100 десятилетия сегодня отметила школа деревни Яныши, что в Чебоксарском районе. Поздравить педагогический коллектив и учеников приехали выпускники разных лет. Два года назад здесь открылось новое здание, которое сразу получило статус ресурсного центра муниципалитета. Об истории и перспективах одной из старейших школ Чувашии в сюжете Дмитрия Ковалева. Архивный снимок вековой давности. За более чем 100 лет Янышская школа сменила три адреса. Долгожданное новоселье ученики и преподаватели отметили в 2015 году. Сейчас это не просто школа, а инновационный центр. В связи с юбилеем, силами детей мы подготовили много поздравлений и материалов о родной школе. Все это на интерактивном экране. О таком и не мечтали, вспоминает Михаил Игнатьев, глава республики, выпускник Янышской школы. Поэтому я рад вместе с вами вспомнить историю. Мы уважительно относились к истории и относимся. Те традиции, которые сложились, и та образовательная деятельность, которая проводится на территории Российской Федерации, и наш национальный лидер, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, все делать для того, чтобы наши детишки, получая хорошее современное образование, могли развиваться и могли подготавливать себя к самореализации в этой жизни. Ученикам этой школы могут позавидовать и многие городские дети. Интерактивные классы, тренажерный зал, два бассейна, уличная спортзона. Многие ребята сюда приезжают и по вечерам на тренировки. Тут больше условий для занятия физическим спортом, так как есть бассейн и, собственно, фок, где есть разные секции. Это легкоатлетическая, теннисная и так далее. У нас все условия для учебы и для спортивной жизни. Мы хорошо учимся, стараемся учиться. У нас сейчас скорые экзамены. Мы каждую неделю, каждый день почти готовимся на консультации. Недавно начали робототехникой заниматься. У нас младшие классники в основном интересуются этим. А вот так ребята изучают историю страны. В этом зале представлены представители Древней Руси, Великого Московского княжества, Русского царства, Российской империи и Великие князья, цари, императоры. Теперь мы можем, вочью можем увидеть их в аналогическом порядке, представить их визуально. Частые гости школы – преподаватели вузов. Они проводят мастер-классы, к примеру, обучают игре на музыкальных инструментах. Похож немножко на человеческую скрипку, да? Смотрите, у нее головка есть, у нее есть шейка, у нее есть плечики и даже талия. Вот, посмотрите, на скрипке четыре струны. Говорят, что скрипка поет, как голос человеческий. Вузы республики уверяют ректора, ученики школы поступают уверенно. То, что я сегодня увидел, это не только замечательная материально-техническая, учебно-лабораторная база, но это то, что с точки зрения логистики образования сделано очень удачно, на мой взгляд. Я очень благодарна школе за начало моего пути, особенно учитывая то, что оно продолжилось в научном пути, в научную карьеру. И сейчас я работаю в Федеральном государственном учреждении, в МВР России, в Государственном научном центре имени Бурназяна. Новая школа была возведена в нужное время и в нужном месте, отмечают преподавателя. Сейчас здесь обучаются дети из 16 окрестных деревень и 40 дошкалят. Все условия есть для развития детей. И условия для работы учителей, и компьютеры, интернет, все есть. Мы развиваем в детях самостоятельность, и это сказывается на детях. Они самостоятельно стараются добывать знания. То, что я пришла в старое здание в 1990 году, это здесь мы в сказке находимся. Там у нас один коридор большой и кабинеты. Столовая в отдельном здании, а младшеклассники учили в другом, еще совсем старом здании. Перед учителями глава региона поставил задачу войти в топ-500 лучших учебных заведений страны. За дел создан Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика.